Рассмотрим, что произойдет с орбитой заряженной частицы. Будем, наверное, для простоты считать, что у нас частица положительная Q вращается на веревочке вокруг центра O. Веревка нерастяжима, так что у нас этот радиус будет оставаться постоянным. Скорость движения обозначим буквой V. И посмотрим, что произойдет, если мы приложим к этой системе, модели нашего поля, которое будет возрастать. Включим поле. Первоначально поле было равно нулю, а потом оно вырастет до какого-то максимального значения. В это время включения у нас будет характеризоваться крутизной ДБПДТ. То есть получается меняющееся поле. При этом поток магнитный, пронизывающий эту нашу орбиту, площадь орбиты, площадь ограниченной нашей орбиты, будет зависеть от производной индукции магнитного поля, умноженной на площадь, пронизывающую, охваченную этим контуром. Понятно, что по закону электромагнитной индукции изменяющийся магнитный поток приведет к тому, что у нас возникнет ЭДС. ЭДС равномерно распределенное по всему контуру. ЭДС может быть записано как циркуляция вектора напряженности электрического поля. Причем, если у нас магнитное поле возрастает и направлено вниз, то должно возникнуть в соответствии с правилом Ленца магнитное поле индуцированное, направленное вверх, стремящееся уменьшить внешнее магнитное поле возрастающее. А для этого у нас будет возникать напряженность электрического поля, направленная в ту же сторону, что и скорость Е. Эта ЭДС будет распределена по всей орбите контура. Мы такую модель выбираем. По контуру К. по циркуляции считаем. И поскольку у нас ЭДС должна быть равна производной ДФИПДТ, на знаке сейчас внимания не обращаем, здесь записываем ПР квадрат ДБПДТ. Е у нас считаем равномерным, они совпадают по направлению с ДЛ, элементом длины контура. Правила обхода выбираем. если глядеть сверху, против часовой стрелки. И тогда у нас здесь получается Е умножить на 2ПР будет равно ПР квадрат ДБПДТ. ПР. Можно найти отсюда напряженность, которая возникает за счет того, что у нас изменяется магнитный поток. Эта напряженность поля будет равна Р пополам на ДБПДТ. Понятно, что сила полуна, которая будет действовать на заряд К на Е, будет равна по второму закону Ньютона массе нашего заряда, умноженной на ускорение ДБПДТ. Будет меняться модуль скорости. И сюда подставим Q и вместо Е напишем его выражение. Р пополам, ДБПДТ. Самая девая и самая правая часть переравняем. ДТ у нас сократится и получим, что ДВ равно Q Р разделить на 2М ДБ. Если мы проинтегрируем левую и правую часть, то мы найдем, что изменение скорости модуля скорости будет равно здесь у нас Б будет меняться от нуля до максимального значения Б. Поэтому будет Q Р разделить на 2М ДБ. Изменение скорости оказывается не зависит от времени, в течение которого это поле у нас менялось. То есть будет такой у нас график или такой график совершенно не важно. Изменение скорости будет одно и то же. Изменение скорости будет направлено так, чтобы у нас возникло магнитное поле. Ну, если у нас Е направлено сюда и заряд положительный, то очевидно, что Дельта В будет направлен туда же, куда и скорость Дельта В. Поэтому конечное положение приведет к тому, что скорость у нас изменится и вместо значения В будет еще плюс Дельта В. А по модулю скорость у нас увеличится на величину Дельта В и будет равна первоначальной скорости, которая была до этого умножить на Q Р 2М В. Перерещение будет пропорционально величине магнитного поля, которое у нас мы включили. Получается такая вещь. При включении внешнего магнитного поля включение внешнего магнитного поля действует на частицу таким образом. У нас скорость частицы увеличивается и связанная с этим вращением частицы магнитный момент у нас увеличивается за счет того, что возникает индуцированный магнитный момент Дельта ПМ. новый магнитный момент будет равен предыдущему плюс Дельта ПМ. Ну, понятно, что увеличение скорости приведет к тому, что возрастет магнитный момент. Магнитный момент, который мы можем связать с изменением скорости таким образом Дельта ПМ равно Q-R на 2 Дельта В. Наверное, можно написать, откуда это берется Дельта П. П у нас магнитное, зависело от тока и от площади ПМ R-квадрат. Поскольку у нас не изменился R-квадрат, изменился ток, за счет того, что возросла скорость движения электроны. Поэтому вот это увеличение тока, оно будет сказываться на возрастании магнитного момента. дельта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...